Друзья, всем привет! Вы на канале Пиратская Жизнь. С вами Коксида Нина. Смотрите, какой у нас сегодня завтрак. Завтрак, да, завтрак, завтрак. Смотрите, у нас прям турецкий завтрак. У меня два кусочка колбаски, немножко сырка, две булочки, два яичка. Я себе вот почистила уже. Турецкая сладость и маслинки. И я себе сделала кофеечку по кружочке. И надо сейчас быстренько все это скушать. И мы с вами полетим, полетим на стрелочки. Да-да-да. Я уже себя наконец доведу до ума стрелочки. У меня будет все красиво, мирно, чинно-благородно. Да. Так. Булочка моя. Вода уже подсохла. Сейчас мы сделаем из нее бучий бьетик. Так, рейс. Ммм. Ммм. А внутрь можно сыром. Так вот сделается красиво. Будет у нас внутрь сыр. И колбаска. Ммм. Вот так вот. Ммм. Ну, чем мне Russian hamburger? Ммм. Идеально. Все идеально. Все гениальное. Просто на одном. Так. Ммм. Он прям хрустящий. Это здорово. Ммм. И кружечка кофе. Кайф. Кайф. Так. Ну и яичко. Берем. Сольцу. Макаем. Ммм. И погнали. Ммм. Просто кайф. Так. Вешенки. Я сейчас это особо размусолить не буду. Мы сами чаевничать по часу не будем. Потому что я тороплюсь. Я тороплюсь. Мне нужно успеть. Мне еще нужно помыться. А мне нужно еще в девчонках доехать. Как всегда. Как всегда. Везде. Везде тороплюсь. Но везде успеваю. Кстати. Кофе турецкий неплохой. Неплохой полчаса. Вкусно. Так я и съел одно сыр там. В общем, такое не ест. Ну да. Раз не ест. Так. Мы с вами Цезарь. Мы с вами записываем видео. Завтракаем. Общаемся. И еще смотрим телевизор. Посмотрим, что там показывают. Ну давай. Телевизор просвещай. Люблю новости всякие. Понимаешь, ваше чувство в мире происходит. А там пока в Турции были вообще новостей. О, 60 минут. Ну 60 минут мне очень нравится. У нас же показали с вами по телевизору. Мы с вами теперь звезды. Куда там деваться. Хотя по сути нас уже показывали. Так что ничего такого странного нету. Вкусно. И масляничку. Филипс. О, идеально. Слушайте, вчера смотрела пылесос. Хочу себе все-таки домой робот-пылесос. Что-то мне кажется, это очень здорово. Облегчает жизнь. Но нормальный я смотрела. Около 30 тысяч. Мне кажется, это очень дорого. Правда, он там еще и моющий. Ведь он такой еще может и полы помыть. Я вот не знаю, перешагивают ли роботы-пылесосы через бордюры. Потому что у нас же вот эта вот дверная коробка. У нас в комнатах вот эти вот бордюрчики. То есть у нас не ровный пол, а бордюрчики. Я вот думаю, будет он перешагивать, не будет. Чтобы вот его отпустить на вольное хлеба, так сказать, у нас. И пускай ползает. Кто, у кого есть роботы-пылесосы, у кого есть опыт. Девчонки, пожалуйста, напишите, пожалуйста. Как они перешагивают через вот эти вот приступочки, уступочки. Сколько максимальное расстояние. Вот такое примерно состояние. Расстояние. Вот такой вот, как мужской. Ну, сантиметров 5. Перешагнет? Или не перешагнет? Или, может, у них там это... Какая вышина прыжка? Мне интересно. Потому что, в принципе, там есть и подешевле. Там и за 10 тысяч, я видела. И за 20 тысяч. В принципе, любая ценовая категория. Но, мне вот смущает, что он не сможет передвигаться между комнатами. У нас полы не такие. Это, конечно, идеально в такой поясос, когда у тебя полностью все полы вровень. А у нас-то вверх-вниз. Круть, вверх, вверх, круть. Что, гвозд какой-то? Моя же блющет. Кстати, сейчас вот сделаю у себя ресницы, сделаю себе брови. И вот уже чернидельку, через две пойду к парикмахерску. Я тут девочка одна позвала. Вот. Конечно, наша зрительница обещает мне сделать какой-то супер-попробовый образ. Не знаю. Сходим, посмотрим. Проверим. Нанес свой салон. Посмотрим. А правда, мне еще там накидали разных вариантов. Даже прям не знаю, куда идти. Типа, знаете, можно прям раз в месяц ревизорим парикмахерски. А что, в принципе, прикольно. Я вот еще думаю, у меня вот кожа запаршивалась вся. Вся кожа запаршивала, прыщи лезут. Ну, они, конечно, в основном лезут, когда у меня вот это вот, ну, раз в месяц у нас у девочек. Вот. Но потом, в принципе, становится все хорошо. Думаю, может, какую-нибудь чистку делать. После Турции приехала, девчонки, вообще вся кожа сухая, сухая. Я уже устала крем мазаться. Очень сохнет, пострашно сидим. Вот не знаю, в чем проблема. Крошится. Очень вкусно, но очень крошится. Есть только над тарелкой. Знаете? Сейчас сделаем вкусно. И с хлебушком. Так что, вот думаю, может быть, мне к косметологу сходить. Честно, это будет мой первый поход к косметологу. Честно, первый. Как говорится, знаете, задумаешься. Пока петух не клюнет в одно место, мужик не прикрестил. Вот у меня. Вот уже, грубо говоря, кожа орет. Надо, надо идти. Хотя просто на чистку. Чистку увлажнения. Там туда-сюда. Потому что я уже у себя замечаю. морщинки. Конечно, не прям такие прям заломы, вот есть морщинки. Я фотографии смотрела. Турецкие. У меня телефон-то собака вообще все четко все делает. Понимаете, он вообще не сглаживает ничего, То есть, прям четко все порисовывает. Я смотрю, у меня вот вот эти вот гусиные лапки. Так что надо-надо, батенька. Молодость, понимаете, она такая. Но, в принципе, если так посмотреть, у меня мама хорошо выглядела, бабушка хорошо выглядела. По женской части. То есть, я к тому, что у меня генетика-то в принципе неплохая в этом плане. отец вон до старости. Ему хоть и было 70 с лишним, а ему никто больше 60 это и не давал. У него кожа была как у младенца. Так что надо поддерживать главное немножко. Остальное все природа сделает. так что вторая просьба. Если кто-то знает косметолога, или может быть кто-то косметолог нас смотрит, девочки, пишите, а лучше пишите в инстаграм, там быстрее до меня достучаться можно. А с удовольствием с вами поработаю над собой. Сделаем из меня мега-красотку. что все завидовать будут. Что там за инстателочка такая? Это я. Даже, знаете, хочется чисто для себя. Чтобы не было ощущения сухости, очередной распрыщ. Не. Выдавлюсь. Это прям любишь вот это. Знаете, вот прыщи, выскочил прям аж прям руки трясутся. А он все задолбал. Все, мне спину свой подставляет. Ну, выдави, ну, выдави, ну, выдави. Как дискуссат. Я реально. А потом прижги, прижги. Видите разница? Вчера у меня реально был похожий настроений. А сегодня у меня хорошее настроение. Я вот улыбаюсь, радуюсь. У нас же все показывает, как есть. Я же не выдавлю себя. Кстати, мне там девчонки многие написали, как они справляются с весенней ДПС. с весенней. И вот надоел мне этот. Теледва отстань, противни. вот этот он там бухтит я же начал там бухтит и седается ощущение что ядер я теперь понимаю почему многие нас смотрят то что принципе когда абсолютной тишине уже прям вот не то уже думаешь как люди на природе когда тишина с ума с этим можно я вот даже сейчас знаете в интернете сидишь новости смотришь у меня телефон с возможностью раздельного экрана то есть я могу одновременно прям смотреть youtube и читать новости а я так и делаю это преспечет там листаешь смотришь одно там это каком-то ролик youtube проигрывается и потом удивляешься здесь забыл там забыл слишком много информации поступает мозг девочки реально очень много информации и ты уже просто путаешься теряешься я думаю это из-за этого поселишь и думаешь блин как это называется честно мне хочется вчера кстати смотрите смотрела путевки на мальдивы все-таки я свою мечту не оставляю приценивалась за неделю он люди не свечка сказал . на юг а наш подписчица сказал только пол инклюзи блин а что на противном случае только больше там оставить за неделю 216 тысяч господи машину можно купить напрямую динамо меня у джабы дождь больше чем за 100000 брать путевку мне кажется это прям перебор это 100000 мне кажется это на неделю а на неделе две надо оттуда 200 тысяч за неделю мать моя женщина это очень дурно на эти деньги год прожить можно питаться там но не год на полгода точно пока мальдивы под вопросом но я посмотрела хорошо да красиво но по сути там делать нечего ребята там делать нечего да красиво вышел и ничего только море природа на этом будет неинтересно я все успокаиваю что мне там будет неинтересно должно учетом там делать там делать нечего платья не особо люблю так поплескаться сгореть там на раз-два можно вкуснота на вечер оставлю Красота, лепота Крошки меня бесят Это что меня бесило? Это крошки Кофе, кстати, неплохой Ну еще самое вкусное осталось Ням-ням-ням-ням-ням Просто, знаете, посидеть, выдохнуть Посмотреть в окошко, помедитировать Поговорить с вами Знаете, честно хочу сказать Блок это здорово Блок это здорово Даже если вы не достигнете каких-то высот Это вам просто поможет Вам поможет выговориться Даже зачастую Многие люди просто не могут пойти К психологу И там припоны, туда-сюда Либо денег, еще что-то А так сел, выговорился Просто в пустоту даже Это здорово Это здорово Я не жалею, что я делаю свой блог Вообще не жалею И то, что сейчас у нас происходит на канале Я даже рада Нас много людей присоединяется Конечно, не только те, кто нас оскорбляет как-то Ну, они всегда будут Они всегда были, есть и будут Потому что всех нестандартных людей Всех нестандартных личностей Которые отличаются от них Которые живут нестандартной жизнью Будут пытаться подвергнуть экзекуции Но, тем не менее Я очень рада К нам действительно присоединяются Очень классные люди Очень веселые Юморные Разносторонние То есть, понимаете Всегда можно какого-то совета спросить Пообщаться Там, не знаю Поржать Даже над самим собой Понимаете Те, у кого хорошее чувство юмора Они могут поржать и над собой Но почему-то Знаете Те люди, которые ржут над тобой Когда ты ржешь над ними Они как-то это в бутылку улезут Очень обидно Значит, у них плохое чувство юмора Да Так что Спасибо большое, что вы с нами Присоединяйтесь к нам У нас каждым днем стало все больше и больше Вот видите, у нас уже больше 29 тысяч Это классно Да И реально 30 тысяч мы с вами будем отмечать В ресторане Ивлева Да В парке Культура Да Где все начиналось Там все и продолжится Я не скажу, что закончится Я скажу, что продолжится Как они это делают, да? Это обычное слоеное тесто Мне кажется, что это с медом, да? Делают И куча-куча орехов Насчет роллов Я услышала вас Да Я вас услышала Вовчик придет Закажем роллы Да Ну, серьезно Завтра Сделаем роллы Угу Я сама реально, кстати, соскучилась У нас последний раз Месяца назад, наверное, были уже Может быть и пицца Ну, я подумаю Давай так Поставим этому видео лайк И я Обязательно сделаю все, что вы хотите Когда-нибудь Кайфуем Сегодня мы с тобой кайфуем О, я очень надеюсь Сегодня дождать будет А то я не хочу С собой зону брать Погодка, кстати, посмотрела На следующей неделе Должен быть получше Реально Будет получше 9 градусов будет Простите, что будет тепло. Смотрите, здесь одни орехи. Одни орехи. Перфект. Ой, я уже объелась. Будет с вами только ужин сегодня. Вот по первому каналу показывают Ютуб. Они указывают канал. А почему некоторые каналы у нас не указывают? Так некрасиво. Уберут наши ролики и не показывают, Тома. Это хорошо, что нас уже знают лицо. А что-то мы уже бренд своего канала. Вот так вот, видите, используют контент. Нарушают, так сказать, права. Очень вкусно. Надо Мишане позволить. Что-то он так за подарком-то и не приехал. Приеду, приеду. Так и не приехал. Нехорошо. А вам кое-что привезли? О, я все съела. Я смотрела. Кто не верил, тот не верил. Вот я на целый день теперь буду сюда. Да. И сладостей на ужин я не буду. Я очень надеюсь. Ха-ха-ха. Хоп-хей, ла-ла-лей. Все, ребята, я хорошо. Я полетела, быстренько помою сейчас. И мы с вами поедем делать стрелочки. Будем делаться снова красивыми. Конечно, куда уж там, но тем не менее. Всегда можно делаться еще красивее. Я люблю всех с удовольствием. Всем спасибо, кто с нами покушал. Со мной. Спасибо, что вы у нас подписываетесь. Пишите комментарии. Даже веселые комментарии. Ставите лайки, дизлайки. Очень полезно и хорошо. Сегодня на все. Увидимся. Пока.